Ишаку понятно, что пора заканчивать, но ей-богу, уже в такую историю влипли, да, потеряли нефтегазовый рынок Европы, потеряли там кучу народа. Проблема диктатора в чем заключается? Потому что люди чрезвычайно оторваны от источников информации. Ну ему же никто не может сказать, что нет, Владимир Владимирович, мы просто вообще накроемся медным тазом, ни в коем случае нельзя этого делать. Запад скажет, нет, 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 ребят, делайте что хотите, ну вот реальность такова, что вы не ногой. Значит, смотрите, Сергей, здрасте, спасибо, что нашли для нас время, это приятно и это важно. Но первый вопрос у меня будет довольно длинный, и может быть у вас будет длинный ответ, а может нет, я уже не знаю. Но вопрос такой, вот если представить себе на месте Путина во время войны более трезвомыслящего человека, более рационального. Когда я сейчас смотрю на всю картину России, да не только на военную, а смотрю на ипотечный кризис, на топливный кризис, на внутренние какие-то вещи, которые там происходят, очевидно. Смотрю на фронт, и я понимаю, что в общем надо как-то заканчивать. Ну то есть, если бы я был нормальный человек, не Путин, я бы думал, не слушайте, но у нас что-то не получается. Надо как-то тут что-то придумать, то ли объявить демобилизацию, то ли сдаться, то ли как-то начать какие-то переговоры. Ну короче, воевать дальше тяжело, и понятно, что тенденция к ухудшению для России, а не к улучшению. Вот, если бы вы могли бы ответить на мой вопрос, я правильно думаю, когда смотрю, ну шире, чем на фронт, скажем, да, на всю Россию, на эту ситуацию, включая там Кадырова, может быть он жив, здоровый и прыгает выше всех в мире, но вот эти слухи, разговоры, они тоже не говорят о здоровье, о политическом здоровье России. Что вы скажете? Ну, вы неправильно рассуждаете, на мой взгляд, потому что, если бы на месте Путина был рациональный человек, эта война бы не началась. Вот в чем, на мой взгляд... Вдруг у него его просветило, Сергей, вдруг... Так не бывает, так только в кино бывает, да, причем в голливудских в основном. Нет, так не бывает. Вообще, на мой взгляд, например, одна из основных ошибок Запада, да, который вот к этой войне тоже не готовился, заключается в том, что Запад воспринимал Путина как рационального человека. Как вот такой исключительный... Да, бандит, да, диктатор. Ну, окей, Лукашенко диктатор, и в Тегеране диктатура, и в Китае везде диктатура, что с ними делать? Ну, вот он точно не устроит эту войну, потому что он человек рациональный, потому что он понимает последствия, он понимает все проблемы, с которыми столкнется Российская Федерация. Он эту войну просто не... Потому что он рациональный, да, он там про деньги, про договорники и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому, понятное дело, что Запад впал в такой некоторый ступор поначалу, потому что, ну, как бы, блин, ну, зачем начинать эту войну, которая вообще не нужна была никому в принципе? Ни ему, ни России, ни Украине, ни Западу, ни Китаю, ну, вот вообще никому в принципе. Вот, и вот в этом, собственно, вся проблема и заключается, на мой взгляд. Это вот переоценка рациональности российского диктатора и недооценка, да, его вот какой-то... Честно сказать, я не очень понимаю, в чем там причина его такой глубинной ненависти к Украине, почему он вас так не любит, казалось бы, да. Все жили в одной стране, там, плюс-минус, да, все как-то там общались между собой. Ну, понятно, что до этой войны, до 14-го года связи России и Украины были очень тесными, ну, как минимум в экономическом плане, да. Все было нормально. Поставляли газ, через Украину качали газ, все получали за это деньги. Там, правда, каждый год судили, средились, сколько платить, но это уже вошло в такую привычку, как бы, и, в общем, это все тоже решало. И поэтому, вот, собственно, в этом главная проблема. А если бы, вот, как бы обратиться к вашей мысли, с которой вы начали, ну, Ишаку понятно, что пора заканчивать, но, ей-богу, уже в такую историю влипли, да, потеряли нефтегазовый рынок Европы, потеряли там кучу народу, потеряли там связи все, превратились в страну изгоя уже по типу, вот, Ирана как минимум, а ближе уже к Северной Корее начинают смещаться. Вот, жизнь ухудшается у народа, экономика там в глубочайшей совершенно заднице, несмотря на все эти победные реляции. Но, опять же, если его послушать, вот, последнее, вот, там, где-то выступление было, мы преодолели, там, последствия санкций и пошли в рост. Ну, вот, и о какой рациональности тут может идти речь? То ли человек реально, вот, настолько циничен и абсолютно, вот, все понимает, но при этом продолжает, вот, гнуть свою линию таким образом, то ли он абсолютно оторвался от реальности уже и, вот, читает папочки, которые ему приносят, и в них написано, что все нормально, растем, значит. Значит, проблема диктатора в чем заключается? Потому что люди чрезвычайно оторваны от источников информации, да, потому что, когда в свое время там это все дело готовилось, я больше чем уверен, что он там общался со своими представителями, там, условно, экономического блока, он понимал, что будут санкции. Мы преодолеем, ну, ему же никто не может сказать, что нет, Владимир Владимирович, мы просто вообще накроемся медным тазом, ни в коем случае нельзя этого делать. Так нельзя говорить диктатору. Поэтому ему говорили, да, преодолеем нефтегаз, продадим в Китае, развернемся туда, продадим, как будто газ это, я не знаю, холодильник упаковал в контейнеры, отправил туда или вот туда. Это же совершенно другая история, там, победим, победим, ну, и так далее, в общем. Короче говоря, вот, вот так я думаю. Да, вот смотрите, да, я как раз привлекусь к слову переоценка, я вставлю своих пять копеек в ваши уже размышлизмы, в том смысле, что я-то как раз, как-то себе очень хорошо представляю, почему Запад долго просыпался, и потом мы, может, поговорим, заснет ли он опять. Потому что есть Чайковский, знаете, вот моя такая версия, что вот идет министр какой-нибудь западной страны, вечером после театра, предновогодний вечер 31 декабря, из оперы, из балета, где дают щелкунчик, и говорит своей жене этот министр или премьер-министр, говорит, ну, не может начать войну страна, которая подарила нам всем сегодняшний вечер Чайковского, щелкунчик и так далее. Ну, не может. И жена, вот, как окружение Путина кивает, говорит, ну, да, действительно, такое невозможно, ну, как же, вот, смотрите, какая музыка, посмотрите, какая прелесть. Ну, и вот оно находится в таком сне литургическом по поводу реальности. Но мой вопрос по поводу переоценки. Вот как вы думаете, эта переоценка, она как бы окончательная или и тенденция пойдет к дальнейшей переоценке и к дальнейшему, таким образом, пониманию того, что вообще в головах у русских? Или у русского политического класса, или у всех русских, тут уж каждый может выбрать себе. Но вот, или это опять будет 90-е годы, вот что интересно мне, что вот, да, они бедные, сейчас они обеднеют, надо вот после войны давать ножки Буша, одноразовые шприцы. Вот как я помню, 90-е годы, две позиции были, ножки Буша и одноразовые шприцы, значит, давайте им что-то давать, давайте им отдолжим денег. И потом через 20 лет опять будет какая-то война там с Украиной, с Казахстаном, с Прибалтикой, с Балтией, извините, я не знаю еще с кем. То есть вот это отрезвление, оно как бы, вы думаете, окончательное или это опять такая промежуточное отрезвление, а потом опять будет, болезнь возьмет свое? Ну, что касается того, с чего вы начали, вот, Чайковский балет и прочее, да, страна, которая дала миру там Шнитке, Вагнера и Фехтвангера, да, умудрилась начать две мировые войны на минуточку. Так что это вообще не показатель, это уж какой-то совсем мир розовых пони, прямо скажем. Если реально такое происходит, то тут остается только развести руками. Если вот некий министр европейский так думает, то ну тогда вот просто вообще обсуждать тогда нечего. Что касается вот основного вопроса, по идее это отрезвление давно должно было наступить, да, еще вот в 50-х условно годах, когда стало понятно, да, когда началась холодная война и так далее и тому подобное. И вообще-то почитайте историю Российской Федерации и становится все понятно, о чем там с ними можно договариваться. Ну окей, в 90-х годах я тоже в 90-х жил в России, там как раз закончил университет и все это на моих глазах там развивалось. Так тогда Запад, да, допустил такую серьезную ошибку, решив, что Россия действительно вот свернула вот туда на демократический путь развития и что сейчас все будет хорошо. Ну окей, там дадим ножки Буша, одноразовые штрицы, деньги, которые все украли, кстати, и так далее и тому подобное. Но, как мне представляется, второй раз они на эти грабли уже наступить не должны, потому что если на них опять наступят, то это уже будет вот опять же тот самый мир розовых пони, о котором я говорил. Но, как мне представляется, больше на Западе на вот это вот, там падение железного занавеса, там демократия, демократизация, Ельцин там на броневике, Белый дом и 5-е и 10-е, вот на это они уже не поведутся в принципе. Потому что, ну, я же говорю, это надо быть прям уж совсем законченными идиотами, чтобы второй раз, ну не второй, а уже в сто второй раз наступить все на те же грабли. Поэтому, как мне представляется, кстати, что ножки-то Буша могут быть, то есть они могут там опять начать поставлять гуманитарную помощь, если там начнет все опять рушиться, да, и есть будет нечего. Как это было уже и не раз, и не два, и не три в российской истории, даже за последние там сто лет это было уже там, ну, прям несколько раз. Вот, но так, чтобы прям опять вот дружить в засос, распахнуть объятия, там, давайте к нам в семью цивилизованных народов, это, на мой взгляд, крайне маловероятно. Они уже распахнули эти объятия, вот так вот перед Россией, Россия в них так смачно харкнула в эти объятия, и на этом, я полагаю, вот сейчас будут выстраивать такой вот железный занавес 2.0, только уже со стороны Запада, вот. Вот, а дальше общаться исключительно, вот, там, что-нибудь купить у них, там, деньги им за это дать, там, помочь, может быть, в чем-то, чтобы не было там голодных бунтов и так далее. Но вот такого вот желания сближаться с ними уже не будет. Ну, правда, ну, кто еще вообще на такое поведется? Ну, теперь на фронт, на фронт, все пошли на фронт. Смотрите, вот, если посмотреть на карту военных действий сегодня, то я вот все время привожу этот пример, вы его знаете, для украинцев я объясню, потому что мы, почему-то, интенсивно забываем не только русский язык, но и, главное, русские идиомы, что это такой со стороны России Тришкин-Хафтан. Тришкин-Хафтан для украинцев объясню, но это когда ты берешь заплатку с этой стороны, ставишь сюда, но здесь остается голое место, тогда ты еще откуда-то сюда, тогда там голое место, и, в общем, все время чего-то не хватает. Возникает вопрос, как вы видите дальнейшее развитие войны? Я понимаю, что вообще оптимизм и война – это две несовместимые понятия, но, тем не менее, вот, когда я смотрю, что они там с востока перекинули кого-то на юг, значит, получается, на востоке там что-то не хватает уже. С юга переместили с одной части юга на другую часть юга, значит, в той части юга, откуда взяли, значит, опять ничего нет. Идет атака, очевидно, на Токмак. Очевидно, подход к Токмаку приводит, ну, как бы, к двум вариантам, или одновременно, или порознь. На Черное море, то есть в Крым, или на Азовское море. И, опять же-таки, у россиян возникает вопрос, а где же главный удар, где нам сосредоточиться, где нам обороняться? Мы говорим о том, что у русских проблемы с артснарядами, там, ну, по крайней мере, об этом говорят эксперты. А украинцы, наоборот, получают эти артснаряды Запада, и вот сейчас Абрамсы вроде придут. И, в общем, вся эта конструкция говорит о том, что война приближается к какой-то кульминации, после которой будет, ну, будет... Это даже уже, мне кажется, может, я ошибаюсь, это уже даже, может быть, не Сталинград, а уже какая-то что-то ближе к Курской дуге, после которой уже ничего не вернулось назад с фашистской Германией. Что вы скажете об этом? Ну, вот, если оценивать течение войны, да, и ход боевых действий сейчас, то есть одна переменная, вот, которую я не знаю, например, и она мне неизвестна по совершенно очевидным причинам, это состояние количества украинских резервов. То есть украинское командование с самого начала вот повело себя не по классике, да, того, как ведутся вот подобного рода сухопутные операции. Вообще, в принципе, начали такую операцию, такого масштаба, стратегическую, наступательную, не имея господства в воздухе, превосходства в воздухе, даже не то, что господства, превосходства в воздухе, да, по сути, не имея авиации. И это был такой совершенно необычный момент. Но, опять же, тянуть с началом этой операции было нельзя. Было бы еще больше укреплений, еще больше минных полей, еще больше резервов, там, и так далее, и тому подобное. Там и так уже плотность всего этого зашкаливала буквально. Поэтому и начали. Но начали ее не так, как это принято. Концентрируем силы в одном месте, наносим удар, вспомогательный удар, там, в другом месте, там, прорываем фронт, вводим эшелон развития успеха и, значит, пошли на оперативный простор. Ну, так хорошо вот в учебниках, когда так написано. А в жизни оно так все не бывает. Поэтому вот в момент, это в июне было, когда вот украинское наступление напоролось на вот эти вот чудовищные плотности минных полей, да, понесли потери в броне, там, и так далее, то сразу поменяли тактику и перешли к тактике действий вот малыми группами. И уровень взвод рота или там сводные какие-то подразделения, да, и начали вот применять тактику, во-первых, одновременного такого давления на очень большом протяжении фронта. И нарезание фронта такими вот кусочками, как торт нарезают. Потому что вот прорвать сразу такую оборону быстро не получается. Для этого нужно прям иметь огромное превосходство над противником. А украинцы начали наступление, имея, по сути дела, соотношение один к одному. Что опять же противоречит классике военной науки. Там это все критиковали на Западе, распыляют силы, и не там вот наносят удары. Пятое, десятое. Им, конечно, хорошо там, сидя в кабинете где-нибудь в Пентагоне, или там, я не знаю, в Берлине, да, рассказывать о том, как украинцам нужно воевать. Но вот воевали в тех условиях, которые предложены, и теми силами, которые есть. Поэтому я бы сейчас вот вообще поостерегся от каких-то оценок и прогнозов. Это крайне неблагодарное дело. Эта война уже стала прям таким кладбищем экспертов, буквально я бы так выразился. И нужно подождать время, пока есть, скажем так. То есть, ну, грубо до начала такого сезона дождей, затяжных, как все развезет. И реально это понизит темпы. Даже при очень удачном развитии событий, очень успешном, точнее, развитии событий, ну, сколько еще осталось? Вот полсентября и, по сути, октябрь, да, вот, ну, грубо там месяц-полтора. Вот, и там посмотрим. Война вещь нелинейная. Вот, на войне может быть так, что ты вот километр проходишь полгода, как это было в Первую мировую войну, или как это было в Бахмуте, собственно, если брать вот эту войну, да, россияне там ползли под 30 метров в сутки, не считаясь потерянными. Украинцы себе такого позволить не могут. А потом может так быть, вот как в Харьковской операции было. Когда начали операцию, как я понимаю, имея крайне ограниченные цели, кстати. То есть, никто не предусматривал в украинском генштабе такого успеха. Ну, максимум там до Купинска дойти, чтобы оттуда дотягиваться там хаймарсами дальше. А тут вдруг бах, и фронт посыпался, да, и пошли-пошли-пошли вглубь. И вот пока хватало силы резервов, двигались, пока российская оборона там не уплотнила. Поэтому это может случиться завтра, а может через месяц, а может вообще не случится. Еще раз говорю, война вещь нелинейная, и прогнозы на ней делать какие бы то ни было, это проблематичная история нам возьмет. Об этом часто говорят разные люди о том, что украинцы, украинские генштабы, залуженные, вообще все военно-политическое руководство Украины, как бы оно переписывает правила игры на фронтах. И тогда возникает вопрос, это что у залуженной, это новая классика, вот так можно теперь воевать, или это такая исключительный случай, который годится только для сегодняшней войны в сегодняшней Украине. Это мы теперь должны действительно вместо Клаузовица говорить залужный или как. То есть вот оказалось, что можно вот так наступать, оказалось, что можно вот так наступать, оказалось, что самолеты желательны, но не обязательно, оказалось, что превосходство в каких-то компонентах тоже желательно, но не обязательно, и можно вот таким вот образом воевать. Ваша версия. Ну, если бы у залужного были ресурсы, как по классике, 3 к 1 плюс господство в воздухе, он, может, и наступал бы по классике. Но поскольку его ресурсы ограничены в данном случае, протяженность линии фронта чудовищная, да, западная помощь тут при всей как бы благодарности к союзникам, там вообще вопросов нет, имеет пока вполне себе ограниченный характер, вот, он действовал так вот, как ему позволяли имеющиеся ресурсы. То есть в любом случае это все войдет в источник. Многие вещи произошли впервые на этой войне, реально. То есть там, начиная от поражения подводной лодки крылатой ракетой, чего никогда не было в истории, да, заканчивая там, я не знаю, ну там со времен Первой мировой никто не наступал, не имея господства в воздухе. Вот, то есть, ну, любой западный генштаб, вот, посади генерала, да, западного, там, которые вот так критиковали потом яростно действия ВСУ. Покажи ему ресурсы вот эти, которые были, и скажи, давай, спланируй наступательную операцию, он пожмет плечами и скажет, нет, я, мы так не умеем. Дайте мне 200 самолетов, там, 200 хаймарсов, превосходство в артиллерии 3 к 1, превосходство в броне 3 к 1, я вам такую операцию спланирую, прям вообще загляденье блестящее. А в такой ситуации они бы даже не взялись это делать, буквально. И израильский генштаб бы тоже этим бы не стал заниматься сейчас. Раньше, да, если вспомнить времена шестидневной войны, когда сил было на один фронт, а фронтов было три. Египетский, сирийский и орданский. Вот, последовательно разгромили египтян, потом и орданцев, потом сирийцев. Вот, перебрасывая силы туда-сюда. Так что, возможно, это, да, новая классика. Возможно, в будущем такая классика и не понадобится, да, учитывая, что там будут создаваться другие плотности с учетом вот этой операции, да, вот этой войны. Так что посмотрим. Но то, что заложные действуют грамотно, это факт. Тут вопросов никаких нет. Еще раз говорю. Украинцы наступают, россияне обороняются. Украинцы двигаются, россияне отходят. Это же очевидно. Да, там нет такого прям продвижения там по 50 километров в сутки маршевым ходом или там по 30-40, как было во время Харьковской операции. Уже год готовились на минуточку. Год они там копали окопы, ставили эти зубья и вкапывали эти мины там сотнями тысяч этих мин. Это просто нереальная совершенно плотность минных полей, с которой в мире, опять же, никто никогда не сталкивался при проведении наступательных операций. И вот, например, наступает странный момент, это я себе так придумываю, и заложный звонит Ауслендеру и спрашивает, а вы бы как бы, что бы вы делали на моем месте? Вы бы сосредоточились на Крыме, вы сосредоточились бы на Приазовье, вот какая последовательность рационально мысля может быть? Ну, то есть, это вот многие говорят, и это всех очень удивило в свое время, что надо забыть о Востоке, о Донбассе, там надо держать оборону, а вот там на юге можно развивать наступление. Ну, какие-то еще отдельные голоса сохраняются, которые говорят, ну и Восток надо не забывать и так далее. Вот что бы вы, если перед вами бы разложили карту, как бы вы мыслили? Ну, очевидно, что направление на Азовское море, оно такое более перспективное, да. После Токмака фактически-то начинается оперативный простор, там отдельные узлы обороны типа Мелитополя есть, но их не надо штурмовать в лоб, так не делается вообще по науке, то есть, их будут обходить. И перебитый сухопутный коридор в Крым, это был бы и будет, я надеюсь, такой совершенно безусловный успех. Восток, это другая история, там города, большие крупные города, да, Луганск тот же или Донецк, и понятно, что они там будут сопротивляться. Там куда проще логистика, там такая развитая сеть железных дорог, которые ведут прямо в Россию, там общая граница с Россией, и понятно, что там это снабжение будет поступать бесперебойно, окружить эти города быстро не получится. И в принципе, если генштаб ВСУ планировал сразу вот так вот на востоке перейти к обороне, да, там вести какие-нибудь беспокоящие действия, а наступать на юге, то это в принципе-то вот так вот было достаточно грамотно. Другое дело, что и россияне-то по идее понимают, да, мысли как противник. То есть, очевидно, и откуда берется-то вот эта вот линия Суровикина на юге и так далее и тому подобное. То есть, по идее, прорыв Козловскому морю может драматически поменять вообще конфигурацию фронта и создать условия уже там для других подобных операций. Понятно, что в Крым не войдешь так вот сразу сходу, они там будут укрепляться и будут там тоже обороняться и так далее. Но перебитый сухопутный коридор, конечно, это был бы такой сильнейший удар по их вообще логистике и по созданию. И создание условий для того, чтобы приступать к освобождению Крыма. У меня вообще такое вот есть ощущение, что Крым в каком-то смысле будет проще освободить, чем Донбасс. Потому что на Донбассе население, насколько я понимаю, там в основной своей массе пророссийское, потому что проукраинское оттуда поуезжало вот за время вот этой оккупации, существования там этих сепаратистских образований. Вот. А Крым, он его довольно, ну не довольно просто, вообще слово просто не подходит, но его легче как бы изолировать, да. Нет общей границы с Россией, снабжение через Керченский пролив и через сухопутный коридор. При перебитом сухопутном коридоре и поврежденном Крымском мосте, все, Крым превращается в остров, по сути дела. Ну а остров как бы всегда легче освобождать, на мой взгляд, чем вот крупные городские агломерации, да, тот же Донецк, тот же Луганск, там это все может вылиться в какое-то долгое, кровавое такое, не знаю, там месяцами, годами длящиеся побоище с чудовищными потерями. Когда я смотрю, опять же таки, на карту и смотрю на это очень короткое плечо от России до Донбасса, то в общем я не вижу перспектив победы Украины на этом направлении. Вот как вы сказали в конце предыдущего момента, что очень кроваво, очень долго и с непонятными перспективами, потому что действительно, если Крым можно превратить в остров, и если выход на Азов может как-то очень сильно помешать каким-то стратегическим целям России, то когда у тебя эти, значит, склады находятся просто в 20 километрах от фронта, и туда вся Россия везет снаряды и боекомплекты, и все на свете, и бензин, и я не знаю, что еще, вот, то в общем, получается, мы его теряем, да, ну то есть как бы, если мы предположим, вспомним начало нашего разговора, что Путин, мягко говоря, не все рационально делает, он там будет стоять там годами, убивать там сотни тысяч своих или миллионы своих граждан, вот, и будет оборонять там, я не знаю, сорок или сто квадратных километров земли, и говорить, что в общем все идет по плану. Что вы скажете? Ну, я по сути дела-то ответил на этот вопрос, то есть перспектива освобождения от Донбасса, она такая очень туманная. Военным путем это чудовищные разрушения, жуткие потери с обеих сторон, да, и в том числе среди гражданского населения, потому что поняв, что россияне никого там эвакуировать не будут, оставят всех в этом Донецке, и все. И вот как его брать, такой Донецк? Для того, чтобы взять город, его нужно окружить и перерезать снабжение, иначе это бессмысленно. Вот пример Бахмутов показывает, да, что бывает, когда ты штурмуешь в лоб город неокруженный при этом. Он может там год стоять, два, три, пять, десять, неважно сколько. Тем более, что Донецк все-таки, я так понимаю, все эти годы укрепляли там, там очень много войск, и сепаратисты, и россияне, и все там вместе, короче говоря. Так что я не знаю, как это будет военным путем происходить. Возможно, при очень успешном развитии событий на юге, да, и создании там другой конфигурации, возникнет возможность какого-то политического решения. Вот. Что-то на что-то разменять. Например, я не знаю, как это будет. Я понимаю, что сейчас украинское руководство категорически не согласно обсуждать отказ даже вот от клочка территории, и это совершенно разумно. Как можно? Нет, я полагаю, даже механизмов отказа от территории. То есть как это? Я не понимаю, как это юридически возможно взять и отказаться от куска своей территории. Поэтому все будет зависеть от того, как пойдут дела на фронте, на мой взгляд. Опять же, нельзя исключать такой сценарий. Его вероятность я бы рассматривал как не очень высокую, когда в российской армии приключится катастрофа. По типу там 1918-1918 годов, да, когда армия там начала расползаться, разбегаться. Пока вроде так это не выглядит. Но оно и в 16-м году так не выглядело. Так 1900 я имею в виду. Все, там Брусиловский прорыв, наступаем, там гвардия, все дела. А потом бах, вот так. И армия просто рассыпалась как вот в прах буквально, да, и все. И немцы там чуть до Питера не дошли. Так что тут надо просто посмотреть и ждать, как это все будет развиваться. Ну, нам с вами. А вот, может быть, это такая тоже один из последних вопросов. Может, даже последний. А вот это уже такая, да, это гадание на кофейной гуще скорее, чем рациональные вопросы. И, конечно, и ответ будет тоже такой спекулятивный. Как вы думаете, позволят ли, ну, для того, чтобы окружить на Востоке российские войска, такое впечатление, что надо зайти в Россию, там, может быть, не до Москвы или до Тулы, или до Ростова-на-Дону, но зайти, там, на 20, на 30. Уговорят ли украинские военные, американских военных или военно-политическое руководство Европы, НАТО, Америки и там так далее и тому подобное, что вот у нас нет выхода, мы тут, смотрите, не можем оставить это дело так, потому что на нас все время будет нападать, и этот вот нарыв будет все время нарывать. И нам надо вот заскочить там на пару недель в Россию, чтобы все-таки отрезать Россию от возможности поступления всякой помощи для вот этих вот групп военных, которые находятся на территории Украины. Это возможно вообще, как вы думаете, или это такая табу? Мы вообще это не обсуждаем, и Запад скажет, нет, 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 ребят, делайте, что хотите, ну, вот реальность такова, что вы не ногой. Ну, это да, это все сейчас чистой воды спекуляции на эту тему рассуждать, но надо понимать такую вещь, что, опять же, это будет очень сильно зависеть от того, как будут дела обстоять вообще на фронте в принципе, да, кто там будет в Кривле находиться к этому времени, а то мало ли там как вообще дело обернется в этом смысле. То есть еще много перемен, вот, но чего боится Запад, это применение России ядерного оружия, да, и по территории Украины, например, да, или там по территории какой-нибудь из других стран, что может втянуть альянс, там, НАТО в данном случае, это в войну с Россией, что грозит понятными последствиями. Третья мировая и исчезновение цивилизации, как минимум в Евразии и Северной Америки. И поэтому Запад, конечно, вот, всячески пытается избегать каких-то таких резких движений, в плане, вот, по идее, что мешало вот сейчас украинцам вторгнуться, ну, вторгнуться, войти на территорию Белгородской области? Не силами РДК там какого-то, мало понятного мне пока образования, а силами там двух мотопехотных бригад, да, и вот захватить Белгород. Я не думаю, что там на том направлении прям какое-то такое скопище российских войск был. Тот же РДК, я так понимаю, передвигался там относительно спокойно. Но они этого не сделали. Почему? Опять же, это трудно объяснить, но я полагаю, что союзники западные настаивают на том, чтобы вот на, так сказать, каноническую территорию России не заходить. Ну, в общем и целом, надо сказать, что и украинское руководство, и военное, и политическое об этом тоже говорили. Нас не интересует территория Российской Федерации. Там, конечно, у вас много раздается голосов там различных, отморозков, о том, давай там Таганрог наши, Белгород наши, все наше. Но люди вменяемые говорят о том, что вот граница 91-го года, и там останавливаемся. Другое дело, что вот как окружить тот же Донецк или Луганск, я не помню, какое там расстояние от Донецка до границы, полагаю, там не сильно большое, да, наверное, и от Луганска тоже. И вот как окружить этот город, не зайдя на территорию России, либо не проходя вдоль границы, где можно как бы подставиться под удар российских войск со стороны уже вот российской территории. Короче, тут вот, в общем, сложная история, прямо скажем. Вот, теперь я гарантирую, что это, а то я все время обещаю, что последний, и не выполняю обещание. Я гарантирую, что это последний вопрос. Я лично, ну вот мои ощущения, даю на вероятность открытия ядерного конфликта, ну такой какой-то такой 0-0-0-0-0, и там в периоде 0, и там где-то может в конце еще два нуля, и потом только единичка. Вот, я, поскольку у Путина, очевидно, зэковское воспитание, это как бы чувствуется по всему, ну, а у зэков я сам, в общем, я не сидел, но у меня друзья такие были в молодые годы, и там есть фраза знаменитая, вытащил пистолет, стреляй. И никаких других, тут нет исключений, да, просто вообще. Значит, надо было начинать тогда в 22-м году, в 22-м году или в 23-м начале, но я не верю, а вы верите в такую, вот сколько вы даете процентов началу каких-то таких ядерных упражнений господина Путина? Ну, проценты я давать не буду, это, опять же, кто там их может измерить, эти проценты, да, в голову к Путину не залезешь, и это все же в области предположений мы находимся, гипотезы, опять же, спекуляции, но сам факт того, что вообще это вероятность появилась и существует, да, вот эти 0-0-0, как вы сказали, процентов, это уже пугает, прямо скажем, да, потому что, ну, всю дорогу ядерное оружие, там, во времена Холодной войны, ну, убираем Карибский кризис, потому что именно после Карибского кризиса, да, все поняли, что вот-вот мы сейчас прошли прям по лезвию ножа, по краю пропасти, и давайте-ка мы уже так договоримся, чтобы вот ничего подобного не было, потому что советское руководство при всей его там ублюдочности и отмороженности большая часть из них были на войне, зная, что такое война, и прекрасно понимали, чем это все закончится, в том числе для них, и они как бы вот никакой ядерной войны не хотели, ну, главный нарратик, мы же помним, лишь бы не было войны, сейчас наоборот, в России культ смерти, по Берлину там давайте тактическим ядерным оружием, там, пятое, десятое, и вот это вот все, то есть вот этот болевой порог восприятия ядерной войны, он как-то сильно понизился, на мой взгляд, и это, ну, это плохо, потому что мало ли там, да, до чего это может дойти, но, как мне опять же представляется, на Западе давным-давно дали понять Путину, что наверняка там есть какие-то такие тайные контакты между там, допустим, руководителями разведок, вот Нарышкин там встречался с директором ЦРУ там и так далее, вот я уверен в том, что им дали понять, что в случае применения там, допустим, одного тактического ядерного заряда на территории Украины, НАТО, ну, как бы, включит там свои протоколы и начнет с ними воевать уже посерьезно. Для этого, кстати, НАТО даже по большому счету не надо ядерное оружие использовать, там и конвенциональных средств достаточно для того, чтобы нанести им там непоправимый, абсолютно неприемлемый ущерб, а уж с ядерным оружием и подавлено. Кроме этого, нужно понимать такую вещь, мы не знаем состояние российских ядерных арсеналов, потому что, когда у тебя в стране такой бордель несусветный абсолютно, и везде, в любую отрасль возьми, везде полная жопа, не бывает так, что в какой-то одной отрасли у тебя идеальный порядок. Так не бывает просто, вот это невозможно. Государственное управление по такому принципу не работает. Но никто проверять не хочет, сколько у них ракет полетит, сколько долетит, сколько боеголовок сработает. Поэтому Запад по-прежнему будет придерживаться вот этой своей стратегии, избегать прямой конфронтации с Россией. Для этого, как я уже сказал, им вероятнее всего дали понять, каковы будут последствия. И вот, собственно, а дальше уже все будет зависеть от ситуации на фронте. Да, каждый спич, скажем, каждый отрезок Сергей Ауслендер заканчивал от ситуации на фронте. И тут я с ним согласен. Действительно, что бы мы тут ни придумывали, в дипломатии, в финансах, в экономике, все смотрят на армии и понимают, что если там будет для Украины порядок, то и во всех остальных обстоятельствах тоже будет порядок. Спасибо большое. До новых встреч. И желаю вам всего наилучшего. Интересно было с вами работать. И я прощаюсь с моими зрителями. Надеюсь, их больше двух, больше трех. Вот я, Сергей, и еще у нас есть человек, который мне говорят. Я надеюсь, что их больше, чем три. Вот спасибо вам всем, кого больше трех. И всего доброго. Успехов. До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова